Так как ты считаешь, имел право представитель исполнительной власти такое сказать, что, к сожалению, он не имеет лицензии на отстрел бомжей? Или не имел право? Что бы произошло с губернатором штата Калифорния, если бы он такой? Там бомжей достаточно. Ты помнишь, да, мы с тобой видели? Да, даже около Белого дома. Во Флориде мы видели достаточно бомжей, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, да. Значит, что бы с ним произошло, давай, так сказать, подумаем, если бы он сказал вот что-нибудь похожее. Ну, что ж ты ждешь от представителей единой России? Дурак он, и уши у него холодные. На самом деле, здесь просто отсутствие привычек к демократии. Кто-то хочет жить в теплом доме, а кто-то принципиально живет под открытым небом. Вот Диоген жил в бочке. Александр тоже хотел, великий царь Македонии, хотел его куда-нибудь поселить, в другую квартиру. Стал лезть в эту бочку, что ты хочешь, Диоген, давай вырезаем, тебе квартирку дадим. Тут ему ответил, что вот не заслоняем мне солнце, хотим в бочке. Да, отойди, отойди. Здесь или советское отношение, что давайте всех хватать и срочно расселять некоторых принудительно в работные дома, там, в профилактории, в тюрьмы. Да еще срок ведь можно давать за бродярничество. В средние века давали, да и не только в средние века. Джек Лондон об этом писал. Он сам получил 30 суток за бродярничество. Бродярничество, Ваша честь. Или, или начинается полное попустительство, такое типа, как христиане. Захотели они себе оградить, есть целое движение сквотеров, занимают чужие дома, чужие квартиры, что нехорошо. Потому что если что-то стоит, чего-то, надо платить. А если какой-нибудь курятник ты себе построил, твое личное дело. Демократы здесь проходят мимо и предоставляют людям полную свободу. Хочешь быть бездомным? На здоровье. Другое дело... Я думаю, не демократы. Я думаю, люди, уважительно относящиеся к закону. Это даже не обязательно демократы. Уважительное отношение к закону. Да, другое дело. Другое дело, что у нас при полном криминальном беспределе, возможно, есть люди, которые были лишены жилья обманом или бандитами и очень хотели бы где-нибудь пожить. Таких людей надо защищать, если они не из принципиальных соображений являются. У него есть такая возможность защищать, но он предлагает отстреливать. Это такой вот фашистский способ борьбы с зайцами. Почему немцы не ездили в общественном транспорте с зайцами? Потому что при Гитлере они раздряли, вынесли в чистое поле и всех зайцев расстреляли. Очень радикальный метод. Не думаю, что это помогло. Значит, ты ошибаешься в главном. Ты предположила, что он просто дурачок. Это не так, Левочка. Значит, у нас есть чиновник более высокого уровня, который предлагает граждан России с другими взглядами мочить в сортире. Который предлагает людей с демократическими взглядами, откровенно призывает, отоваривать дубинками. Это не глупость. Это желание быть похожим на своего руководителя. Который задает, как камертон, задает некий тон, настроение. Отношение к гражданам, то, что граждане это терпят, продолжая делать вид, что они голосуют за эту власть или дифференцируют вот этого чиновника глупого или недостаточно просвещенного, а вот этого просвещенного – это их проблема. Ни в какой стране никакие демократические, конечно, уважающиеся граждане после этого не потерпели бы у власти такого, как зла. Ну да, в Питере бездомные даже издают газету и сами распространяют. И там есть служба благотворительная, которая разводит им питание. Ну, в Соединенных Штатах считается хорошим тоном, если сам президент лично с первой леди готовит питание для бездомных. К сожалению, не только бездомные, просто знаю, из первых рук. Да, недалеко от Вашингтона раздают, и люди едят попавшие, между прочим, иногда просто в сложную ситуацию. Так что, дорогие граждане, давайте вместе поблагодарим Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, что нас редко отстреливают. Отстреливают, кстати говоря, и в Норд-Осте там, и в... Маленькими порциями. Да, и в Беславе отстреливают. Но не каждый день. Это много уже таких спецпредложений. Спасибо. Спасибо большое, что Вы нас не отстреливаете.